Приветствую вас. Поначалу в вашем вопросе всё было хорошо. То есть вы осознали сценарий, вы увидели, что живёте по той модели, которую хочет, ну, которую навязала вам ваша мама, да, и ваши родные. Вы поняли, что это не для вас по всей видимости. Вот. И, соответственно, в общем-то, начали как-то вот думать. Думать именно в этом направлении, да. Вот. И говорите вы, что у меня есть старый сценарий, но нет нового сценария. Вот у меня есть такое ощущение, что вы какую-то теорию услышали, да, психологическую, может быть, даже Бёрнах, вот, и так далее. Это достаточно лёгкая такая теория для понимания, собственно говоря. Вот. Только вы не учли одного факта, что любая теория, она может быть применима, ну, только человеком другим со стороны на самом деле. То есть именно со стороны не вами, не вами самой, а к вам другим человеком. Понимаете? И сценарный анализ предполагает анализ вашего жизненного пути и, собственно, выявление тех аспектов, когда вы жили не своим, как бы, мнением, не своим путём. Ну, вот. Ну, по-разному это трактуется, то есть, кто-то, например, трактует данный аспект с позиции классического транзактного анализа, да, то есть, то есть, через работу, с эго состояниями, родители, ребёнка и взрослого, вот, кто-то использует, а другие-другие уже немного более модифицированные формы анализа транзактного. Вот. Ну, я думаю, что какой способ придёт вам, это можно будет решить в процессе общения. В любом случае, в любом случае, ключевой момент, который есть в данной ситуации вашей, да, это момент такой, что вы не принимаете себя. То есть, как бы, вы считаете себя недостойной каких-то вещей. Вы считаете, что у вас не получится что-то сделать. Вы считаете, что у вас не должно быть всего-то каких-то там, ну, каких-то моментов, вот. Вы считаете, что не имеете права на, там, ну, на что угодно, да, там, например, на реализацию своих, наше, желаний, допустим. Или на, там, выбор свой, откуда такие мысли приходят. Подобные мысли происходят, опять же, от того и потому, что вы, значит, отрицаете в себе какие-то и какие-то черты. Почему вы отрицаете какие-то черты? Потому что так вам внушили ваши родители, вот. Мама вот внушила, внушила, может быть, что у вас не должно быть чего-то. У вас не должно быть каких-то качеств, у вас не должно быть каких-то чувств, у вас не должно быть своего мнения, да, вот. И это, это формируется именно исходя из того, исходя из того, что вы из себя представляете. Поэтому, в первую очередь, нужно менять отношение к себе, перестать отрицать то, что вы в себе отрицаете сейчас, вот. Рассматривать свое отношение к определенным, значит, своим чертам, качествам, моментам и так далее, вот. И смотреть ваши ли это черты, ваши ли это реально качества или нет, да. То есть, если это вы, если это вы о себе думаете там, ну вот, как-то, что это одно дело. Если, значит, соответственно, так думает, думаете не вы, а мама, то, соответственно, с какой целью и насколько, насколько это соответствует вам, да. Тому, собственно, что вы хотите для себя, да. Вот. Это, сначала, вот такой аспект. Это работа вот именно с отношением к себе. Далее идет работа с чувствами, да, то есть, какие чувства вообще вы испытываете, какие из этих чувств вам нравятся, какие из этих чувств вам не нравятся, какие из этих чувств вызывают у вас сопротивление, вот. Как бы, как бы вы могли эти чувства выражать адекватно, свои я имею ввиду, да, вот. Все это нуждается в том, чтобы, значит, чтобы это определить, вот. И, соответственно, обязательно, обязательно во всем этом, чего хочет мама. Чего мама хотела бы. То есть, как, с какой целью она все это делала, с какой целью она все это говорила, вот. Какие у нее были мотивы. Вот. То есть, одно дело, да, она сделала это, потому что, там, пыталась вас защитить. Это одно дело. И другое дело, если она сделала это с целью вам навредить. И зачем тогда вы, зачем тогда ее слушать. Да? Понимаете, о чем идет речь. Вот. Поэтому, я думаю, что вам можно ответить на вопрос с точки зрения вот психологии именно так. Именно так. С другой стороны, да, с другой стороны, вы сами, вы сами, вопроса себе никакого не задаете. То есть, не себе, простите, а нам, психологам. То есть, вопроса никакого, никакого нет. Просто помогите, пожалуйста. При том, что, вы говорите, да. При том, что вы говорите, ждут много. Много вопросов. Как все, много вопросов, да, если вы не задаете ни одного. Какие же у вас вопросы? То есть, нужно вот сформировать, сформировать вам свои вопросы. И уже с этим, да, можно будет что-то делать. Уже, исходя из этого, можно будет с вами работать и давать какие-то рекомендации. Там и то, что касается ваших желаний истинных, и то, что касается ваших стремлений истинных и так далее. Прошу заметить, что вы совершенно не случайно попали на работу, где мат, алкоголь и прочее. Вы попали не случайно, потому что для вас это, вероятно, является чем-то, ну, что-то вроде, знаете, такого привычного момента, да. То есть, что-то вроде такого родного аспекта. Ведь вы могли бы с этой работы уже давно уйти. Вот. Понимаете? Ну, что касается... Что касается того, что вы жили чужими чувствами, то это, в принципе, не что иное, как механизм слияния имеет место быть. Вот. То есть, механизм слияния, это означает, что вы пытаетесь раствориться в другом человеке. Вот. Все потому, что вы не готовы, возможно, брать ответственность на себя за то, что в вашей жизни происходит сейчас. То есть, есть вот какие-то ваши желания, да, которые вы себе просто не позволяете реализовывать. Вот. И из-за этого есть стремление к слиянию, чтобы вы жить с другими чувствами. Себе-то, а себе-то вы чувств не позволяете. Вот. Поэтому я полагаю, что ваше состояние, что вы исходите с ума, оно связано со сценарием без ума, без разума. Можете об этом сценарии прочитать. Вот. Ну и немножечко без чувств, конечно, тоже. Вот. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, работа с чувствами вам так же нужна. Вот. Ну и, соответственно, эта работа, вот вы пишите, что меня устроили на работу. То есть, не вы сами устроились, да, а вас устроили. Вот начните с этого. Да? По какой причине вас устроили на работу? Если вы хотите работать, если вы действительно хотите и хотите работать, то нужно работать самой, а не так вас кто-то устраивал куда-то. Понимаете? Ибо это, по сути-то, означает такую историю, что от вас мало зависит, от вас вообще, можно сказать, не зависит ничего, да? И вы находитесь вот в этом самом зависимом состоянии, когда, ну, не вы решаете, как будет дальше, что будет дальше, а другой, другой человек, да, решает. Вот. Вот. Вот вы, например, говорите, что меня устроили на работу. И вы теперь, скорее всего, да, должны будете на этой работе работать. Ну, потому что вас и устроили, и вы чувствуете, что должны, вот, прямо должны теперь. Ну, и, 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 и зачем, зачем так? Понимаете? Вот. Для чего так? То есть я думаю, что это нужно обязательно прояснить, да, то есть вас устроили, устроили на работу. А для чего? Для чего? Для чего вас устроили на работу? Вы чего хотите сам, сам, вы работать хотите или, или как, или что? А если работать, то что делать? Понимаете? Если вам деньги нужны, то опять же, вот. То есть начните для начала вот с таких простых моментов. А там дальше уже, я полагаю, полагаю, пойдёте и, собственно, будет вам легче и проще в некоторой степени. Вот. Значит, ну, то-то вы работаете над собой, анализируете, это ничего не даёт, смотри, это самоанализ. Вот. Остановились то, теряя себя. Важите вы. Но, опять же, неплохо было бы, чтобы вы как-то различали бы одно от другого, да, то есть, грубо говоря, если, да, если, если я себя теряю, то как это проявляется, то, что я себя теряю, ну, наверняка ведь как-то проявляется, то есть, вы знаете, что вы себя теряете, вот, вот. Что за этим стоит за тем, что вы себя теряете? Что за этим стоит? Вот это, пожалуй, и есть ключевой момент. Если вы можете сказать, что вы себя теряете, значит, вы есть. Просто, может быть, ну, несколько лучше понимать, что это такое, то есть, что есть вы. И мне кажется, что тогда вам будет уже гораздо проще жить. Вот. Ну и обязательно, конечно, нужно, чтобы вы определили для себя критерии пользы и вреда. Это вообще очень важно. Вот. И личные границы. То есть, как с вами можно, как с вами нельзя. что вы готовы, значит, вы готовы ради другого человека, что вы готовы сделать. Вот. И, соответственно, что вы не готовы сделать вообще никогда. Вот это всё очень важно, если мы хотим, опять же, разобраться с тем, что с вами происходит. Вот. Значит. Работа с чувствами подразумевает определённые упражнения. Поэтому давайте пока, вот, я не знаю, будете ли вы работать с психологом или нет. Вам, в принципе, это нужно. Вот. Потому что, ну, так как вы описали свою проблему, это консультация, это работа. Что это вот так вот, какой помощи вы хотите, вообще говоря, конечно, не очень понятно. Вот. Значит, для начала я рекомендую вам вот книгу «Практикум по гистальтерапии» от Федерика Первых. Почитайте её. Поделайте все упражнения, которые там есть. Вот. Я думаю, что это подходит хорошим подспорьем для, значит, ну, для вас, да. То есть это будет хорошее подспорье для начала, для лучшего понимания себя, скажем так. Вот. Дальше уже под руководством психолога уже можно будет что-то делать. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались запросы дополнительные, значит, пишите в личку, будут помочь. Вот. Значит, смотрите, ещё я хотел бы обратить вас внимание на то, что вы пишите, что созависимость к маме и подням и так далее просто выводит меня. Вот выводит в чём? Чем выводит? Созависимость – это когда вы делаете для других, а не для себя. А отсыдые навязчивые мысли, очень, собственно, нередкие, да. То есть, ну, если вы всё время делаете что-то для других, да, и не делаете для себя, то, естественно, что неудовлетворённость есть, и она копится, и она будет копиться. И это нормально абсолютно, вот, для вас. Поэтому подумайте, как часто вы делаете что-то для других, да, вот именно сейчас, здесь и сейчас прямо. И, собственно, что бы вы могли сделать для себя. То есть, вот, именно для себя. Как часто вы себя хвалите, как часто вы себя, вы себя, там, балуете, например, и так далее. Вот. Это важно. Это ключевой момент созависимости. Ну, и, да, дальше, естественно, естественно, я думаю, будем, будем как-то корректировать вашу деятельность, да, как-то будем корректировать уже ваше поведение. Вот. Будем, будем смотреть, от чего вы отталкиваетесь, да, в твоей деятельности, что вам, что вам нравится, что получается у вас, там, лучше, и так далее. Вот. Это тоже очень важный момент. Вот. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Вот. Обязательно сформулируйте свой вопрос, обязательно его сформулируйте. И обязательно, значит, настраивайтесь на, ну, хотя бы несколько консультаций, если, там, не хотите длительную, да, там, периодически, регулярно, то хотя бы, хотя бы так, вот. Потому что понятно, что и отношения с мамой нужно прорабатывать, да, обиды у вас есть на неё, вот, и так далее. Это всё, безусловно, безусловно, это всё так просто не уйдёт, да, то есть, будут какие-то мысли у вас, будут какие-то, значит, значит, будут какие-то чувства, будут какие-то эмоции, возникают, будет сомнения, естественно, сомнения, конечно же, будут. Тут, без сомнения, никуда. Тут, конечно, вам нужен помощник, сами вы справитесь с этим, навряд, навряд ли. Вот. Я желаю вам всего доброго, удачи и успешного разрешения вашей ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. 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 Спасибо.